Вот вы и в Канаде первые охи-ахи прошли, суровые правды жизни гонят вас на работу. Что делать и как начать искать работу? И самое главное, как подготовить резюме, которое стрельнет и вас позовут на собеседование? Вот об этом, друзья, мы с вами сегодня и поговорим. Привет всем! Вы на канале Canadian Snowboards. Надеюсь, вы уже подписались и готовы ставить ваши самые щедрые лайки. Меня зовут Влад, для тех, кто первый раз. Я живу в Канаде уже 30 лет, и мне приходилось самому по роду деятельности много нанимать на работу, а также самому проходить много собеседований в течение всех этих лет. Поэтому информация, как говорится, из первых рук. Ну давайте начнем. Во-первых, давайте определимся сразу, что если вы хотите просто переводчиком перевести ваше резюме оттуда, то это не сработает никогда. Поэтому забудьте про эту идею сразу же и навсегда. А значит, вы будете должны переделать какую-то большую поисковую работу. Если вы думаете, что не справитесь и нужно обратиться к ресурсам, которые готовят резюме, то вспомните истину, что лучше вас для вас никто не сделает. Вы также должны знать, что таким образом вы будете зависимы от всех этих людей очень надолго, а значит, будете платить еще не найдя никакой работы. Знайте также, что для каждого нового объявления вы должны будете подгонять ваше резюме, если хотите, чтобы оно сработало. Если кто-то вам говорит, что сделав один раз ваше резюме, будет работать всегда, знайте, вас просто тупо разводят на деньги. Первонаперво найдите правильное соответствие вашего поста здесь в Канаде. Как он называется? После этого заходите на любой сайт по поискам работы. Мы возьмем в нашем примере Indeed, как наиболее распространенный. Но это могут быть и другие, конечно же. Вы вбиваете в поиск название вашего поста или области, в которой вы ищете работу. Давайте зайдем на Indeed и наберем область, например, в которой я много лет работал и знаю, о чем идет речь и что это такое. Это логистика, снабжение, управление материальными ценностями на предприятиях, складах и прочее. Это здесь называется purchasing или supply chain. Это такие, знаете, покупки, закупки, снабжения. Видите, мне очень даже сложно правильно это все назвать, так как я не знаю правильного русского эквивалента. Вы находитесь в той же самой ситуации, так как здесь все называется по-своему и по-другому. Вот для примера, чтобы вы понимали основные этапы, ну скажем, процесса закупок здесь. Это определение потребностей, это что еще, описание характеристик товара, это составление спецификации, нужен ли тендер, нужно ли его оформлять, поиск поставщиков, углубленный анализ всех предложений, подготовка к переговорам и так до бесконечности. Кстати, нужно сказать, что это работа, где нужно много анализировать, писать, составлять много всяких рапортов и документов, много разговаривать, звонить, договариваться со многими странами, людьми, в зависимости, где вы работаете. Ну такого разговорного жанра работы. В этой области очень большая нехватка кадров, поэтому многие находят работу здесь очень быстро. Если вы новый в профессии, то желательно поучиться с годик. Я рассказывал об этом в нашем предыдущем видео, можете посмотреть нас в ссылке. Если у вас есть хороший опыт или вы прям очень одаренный, то можете войти в профессию из разгона. Давайте посмотрим на рынок в этой области и как нужно работать с доступной информацией из объявлений. Мы ищем прежде всего правильную, понятную терминологию, правильное название вашего поста, требования к выполняемой работе, то есть функции, а также ключевые слова, по которым при первом отборе определят, подходите вы или нет. Открываем новую страничку в Word и пишем функции, допустим, поста, название поста, требования по образованию, ключевые фразы и прочее. Для того, чтобы иметь такую базу слов. Ну давайте, поехали. Ну вот смотрите, первонаперво мы в Word открываем вот такой лист, куда мы будем набивать нашу базу по постам, названиям, по функциям, опыт работы, ключевые слова и прочее. Мы это опускаем и остаемся в гугле. И вот набираем Indeed. Вот видите, как она пишется? Indeed. И вот Indeed Job Search Canada. Вот мы набираем. Здесь вы можете найти, если просто кликните вот сюда, здесь вот Part Time. Это такие временные работы. Full Time это на полную рабочую неделю. Вот без экспириенса работы, безо всякого опыта. Вот видите, можно для примера просто нажать. Вот, и вот здесь Fine Job. Вот, и смотрите, вот эти пошли, эти работы, вот без экспириенса. То есть вас набирают, вас берут и вас там учат. Посмотрите. Это все работы там 15-16 долларов в час, то есть такие. Большинство этих работ, нужно понимать, что эти все работы, они доступны. И это работы, которые занимают студенты по большей части, то есть когда они приходят. Вот. Если мы здесь напишем purchasing, как мы хотели. Видите, говорят, менеджер, то есть босс, или помощник, или координатор. Ну, координатор это как бы средний между большим боссом и начальным. Ну, мы просто purchasing возьмем, чтобы все здесь увидеть. Делаем Fine Job. И вот координатор, вот видите, какой-то свечной заводик. Зарплата начинается с 52 тысяч. Вот. Вот агент в purchasing. 50 тысяч, 64 тысячи в год. Ну, вот это вот, это базовое. Это вот, Vajax, это такой предприятие. Предприятие здесь небольшой. Мы на него нажимаем и смотрим, что это такое. Вот. Роль. Ну, то есть вот функции. И вот все вот эти прямо функции. Мы берем. Это то, что человек должен делать на этой работе. Мы их вот так вот просто берем. Запоминаем. И делаем, копируем в наш Word. Вот функции. Вот делаем Paste. Все, что человек должен делать. Это вот правильные, как бы уже правильные названия. Вот. Возвращаемся. Потом. Что они говорят? Здесь они рассказывают, что этот, про этот завод. Здесь они рассказывают, что они дают, какие тут образования, какие иншурансы там, ну и всякое такое. То есть, что нам здесь нужно было, мы должны знать. Вот. Это называется, этот пост у нас, видите, Ажан Апровизион Ма. В логистике. Вот. Мы делаем, копируем. И опять же, название поста. Вот видите, сюда забиваем. Ажан Апровизион Ма это на французском. Пёрчисер это на английском. Вот поменьше должность. Если это вот, Ажан Апровизион Ма, это как бы базовый, то это вот его помощник. Вот видите, 47,59. Если нажать, то это вот медицинская компания. И вот они пишут. Вот они все эти, смотрите. Вот мы берем все прямо функции. Точно так же копируем в наш этот и просто добавляем. Ну, принцип понятный. Понятный, да? Это вот уже зарплата начальника, ну, в небольшой компании, которая продает эти покрышки. Вот смотрите. Это вот БОС на зарплату 68,115 тысяч. Это фулл тайм. Это постоянная работа. И вот у него уже, видите, у него уже планирование. Здесь идет управление. То есть все управленческие функции. То есть если вы на управленце, то вот вы как бы все вот это должны себе копировать и правильно совершенно, все это правильно называть. Вот видите, тоже перчисер с 59 до 75. Вот это какая-то в индустриальной зоне какая-то фирма. Видите? Так что тут тоже у них, смотрите, сколько постов. Байер. Ну вот, скажем. Все вы можете здесь также скопировать и сюда. Поэтому, смотрите, за три минуты у вас уже настолько много материала для того, чтобы отобрать все, что вам нужно более-менее конкретно с тем, что вы делали по вашей работе. Вот. Отобрать и уже заполнить это в вашем резюме. Кроме всего прочего, опыт работы. Ну, обычно это три года, три-пять лет. Это ключевые слова и фразы. Ключевые слова и фразы это, ну, какой вы там динамичный. Это все, допустим, мы сейчас откроем новую секцию. Допустим, напишем LinkedIn, допустим, Power Words. И вот они, смотрите. Specialized, experienced, leadership, skilled, expert, motivated, creative. Вот вы берете вот так вот. Это ваши, допустим, характеристики. И вот сюда забиваете. Вот, видите, какой вы суперкрутой. Теперь, смотрите, здесь вы можете найти все, тут просто кучу этих action words, power words, как угодно. Вот. Смотрите, тут безграничное количество. Ну, короче, вы поняли идею с Indeed, то есть как это все ищется, как набирается база вот этих вот правильных выражений, терминологии. И вот таким образом, собрав достаточное количество рабочего материала, начинайте заполнять ваше резюме. Все зависит от типа работы, на которую вы претендуете. Ваше резюме должно отвечать этому. Ну, если, к примеру, вы ищете работу на стройке, то цветное такое fancy резюме будет выглядеть совсем не по теме, даже, ну, смешно. Но если вы ищете работу там где-нибудь в маркетинге, то примитивное резюме вам, наверное, ну, все испортит. Подача информации должна отвечать вашему стилю. Знаете, существует, ну, прям просто огромное количество многих разных форм, но просто нужно понимать основную идею. И она должна быть простой. Человек, взявший в руки ваше резюме, должен сразу, без всяких поисков, определить, что вы ему интересны. То есть ваши, скажем, качества, основной опыт работы и образования должны быть на виду. Такая информация, как, ну, женат, не женат, стойкий ареет с нордическим характером или нет, ваш возраст, ваша фотография, которую, кстати, не нужно ставить, так как есть риск, ну, такой бессознательной предвзятости. И, скажем, там, ну, игра на гитаре. Все это нерелевантная информация и никого не интересует вообще. Это не сайт по знакомствам и не Facebook. Все это может, ну, только, вы знаете, перегрузить ваше резюме и сделать его автора таким странным немножко фриком, который не понимает основных правил его, как бы, написания. Лучший способ – это использовать темплейты или шаблон, как еще говорят, которые вам, ну, подходят по стилю или просто нравятся. Я, например, лично много использую программу Canva для графического дизайна. Это бесплатное приложение, в котором есть, ну, раздел резюме, очень много интересных моделей, которые вы можете прямо заполнить прямо там же на месте и сохранить у себя на компе или просто распечатать. Сразу говорю, что сохранять или загружать нужно в PDF формате. Не используйте .doc, .png или .jpg, так как система отслеживания кандидатов зачастую не может правильно отобразить файл или отсканировать текст. И поэтому ваш работодатель получит исковерканную писанину, а не резюме, и это сразу пойдет в мусорку. Такое никто не читает. Можете также, кстати, в гугле набрать резюме для Канады, и вы найдете сотни бесплатных, бесплатных шаблонов. Давайте посмотрим на Canva. Кстати, это никакая не реклама, я просто пользователь. Нужно только записаться и пользоваться бесплатной версией. Canva. Так и пишем. Canva. Она вот так вот просто и пишется. Canva. Вот. Graphic Design Company. Canva. Вот Canva. В Canva вы заходите, ну, вам нужно будет, конечно, записаться. Вот. Вы заходите, допустим, и пишите резюме. Резюме. Enter. И... Делаем Accept Cookies. И смотрите, сколько их тут всяких разных резюме. Ну вот, допустим, вот берете, вот, допустим, вот этого типа резюме. Вот, смотрите. Вот. Я его чуть-чуть увеличу, так, чтобы вам удобнее было все это смотреть. Вот, смотрите. Это готовая форма, которую вы можете прямо на месте заполнить. Вот. Джонатар Петерсон вы, допустим, делаете там. Питер там, допустим, Greenwood. Вот. Вот. Все. Это ваше имя. Здесь вот ваша, допустим, специальность. И вот ваши все адреса. Здесь вы точно так же все это можете поменять прямо на месте. Профайл – это там, где вы рассказываете, какой вы человек. Скиллс, вот, видите. Это те вот Power Words, которые мы видели. Здесь вот Education, образование. Вы можете вот... Смотрите. Здесь все это меняется прямо на месте. Вот, смотрите. Смотрите. Все это языки. Вот знания ваших языков. Допустим, Work Experience. Название компании, допустим, вы напечатали. Здесь вот ваш... Из того, что мы выбрали, допустим, на Indeed, вы все выбрали. И здесь вот расписываете все, что вы делали. Вот. Начинайте сначала, допустим. Вот. Видите, смотрите, как все просто. То есть здесь уже заготовка полная. Вам ничего не... Вот. И все остальное. Потом вы это сделали. И вам нужно Share вот здесь. Вот, видите, смотрите. Просто его запомнить. Вот. Share вы делаете вот здесь. Download. Вот здесь вот кликаете. И вот здесь вы уже выбираете, в каком вы формате хотите его download. Как я уже говорил в видео, PNG не проходит. Это JPEG. JPEG не проходит. То есть вам нужен PDF. PDF стандартный вот есть для того, чтобы посылать по почте, по электронной. А это вот лучше PDF, для которой для принта. Ну, то есть отпринтовать его на бумаге. В зависимости, что вам нужно. Ну, допустим, стандартный. Вы нажимаете Download. И вот он вам. Видите. Делает Download. И вы просто уже на ваш компьютер это все запоминаете. Вот сюда, опять же, на страницу. Видите, смотрите. С фотографиями, допустим, цветные. Ну, вот, смотрите. Вот. Это вот платное. То есть это нужно, как бы, за такое платить. Тут очень много те, которые бесплатные. Вот, смотрите, с короной, которой вот здесь нарисована коронка такая, это Pro. То есть это платная версия. Вот. Все, что обычное, обычное, вот, Паула Вилсон. Вот, пожалуйста. Вы можете на нее же, опять же, кликнуть. Я вам просто вот увеличу. Все здесь понятно. Это то, о чем я говорил. Профайл ваш, то есть ваши, ваши, Professional Skills. Вот, то, что вы знаете, то, что вы, это Technical Skills. То есть вы знаете, там, Word, Excel, там, ну, другие программы. Вот здесь, вот эта часть, это ваше образование, а это ваш, вот, Work Experience. То есть ваш, ваш опыт рабочий. Все. Человек, который берет это, он сразу же видит все, что ему нужно видеть. То есть он видит, видит, кто вы, он видит ваши, ваши профессиональные знания, Skills, технические, он видит ваше образование, и он видит ваш, как бы, последний experience, то есть последний опыт работы. Все. Он видит ваши, ваши адреса, имейлы. Для того, чтобы оценить такое, такое резюме, нужно 3 секунды человеку. То есть он, он просто здесь начинает искать ключевые слова. То есть он ищет, допустим, ага, мне нужен такого типа человек, вот, с таким образованием, вот, смотрит, чего у него тут по работе было. Все. Это наш человек, сразу отбираем. То есть оно, очень хорошо сделано, просто, безо всяких там, ну, как бы штучек. Поэтому принцип понятен. Когда вы на, на любом поисковике работ набрали себе, себе, ну, достаточно хорошую базу данных по терминологии, по, по названиям поста, по функциям, там, допустим, набрали там, вот, смотрите, Power Words, вот, и то, что вы вот, можете тоже ставить. И все, и вы тогда уже, как бы, готовы двигаться дальше, не изобретая ничего. Вы все здесь абсолютно найдете. Вот, теперь я надеюсь, друзья, у вас есть, ну, все базовые знания, инструменты, чтобы начать работать над вашим резюме, и чтобы, в свою очередь, ну, как бы преуспеть. Перечислите только навыки, ну, в которых вы уверены, и которые имеют отношение к работе. Вы также можете перечислить конкретное программное обеспечение, ну, инструменты, которые вы знаете, которые важны для этой работы. Вы просто должны понимать контекст, в котором работают люди, которые делают первичный отбор резюме. Для этих людей самое главное — это понятность, простая читаемая форма, легкая подача информации, ключевые слова, образование и личные ваши качества. На небольших, допустим, предприятиях отбор делает один человек, в более крупных первичный отбор делает клерк, у которого, ну, скажем, 200-300 резюме, которые нужно посмотреть за 2-3 часа и отобрать 20, чтобы их передать своему боссу. После этого босс из кадров пересматривает, отбирает 5 и передает начальнику департмента, который ищет себе работника либо кандидата. Выбирается 2-3 резюме и начинается как бы процесс найма. Это может быть и по-другому, вы можете быть и среди 20 кандидатов на пост, все зависит от качества и количества кандидатов, после этого кадры проводят такие первичные телефонные собеседования, отбирают, скажем, 5 из 20 для собеседования лично или удаленно по скайпу или другим медиа. После этого выбирают 2-3 и устраивают личные собеседования уже с вашим потенциальным начальником. На этом этапе это разговоры о вашем опыте, зарплаты, если вами заинтересовались, ну и, конечно, самое важное, это психологическая совместимость с вашим потенциальным боссом. Я вам скажу по опыту, что ищут сначала человека, но потом уже опыт этого человека. Вас все равно нужно будет учить работать на этом новом месте, поэтому могу также по опыту сказать, что все решается в первые 50 секунд, все остальное время это такая дань формальности. Вы и ваш психологический портрет либо нравится, либо нет, поэтому держитесь натурально, будьте самими собой, не зажимайтесь, не краснеете, не покрывайтесь красными пятнами, оставайтесь динамичными. Вы уже почти добежали до финиша, поэтому не дайте другим отобрать у вас эту работу. Не думайте, друзья, так же, что послаб с десяток резюме вы будете с работой. Это не так. Странно звучит, что при огромной нехватке рабочих рук хорошо оплачиваемую работу найти непросто. Но это правда жизни. Поэтому засылайте огромное просто количество резюме, работайте над каждым, чтобы оно максимально соответствовало требуемым навыкам. Если вы уже прошли собеседование, не останавливайтесь, рассылайте дальше, проходите другие, если вам предложат в разных местах, то просто-напросто выберите лучшее. О психологии собеседования, о том, как себя вести, как отвечать на неудобные вопросы, вы увидите в следующем видео. Ещё должны вы понимать, конечно же, что если вы технически чего-то не делали, то это очень легко раскрывается. Мне нужны были определённые характеристики, определённые конкретные знания у человека. Я его мог вычислить просто за несколькими вопросами, просто за три секунды. Поэтому вы должны либо очень хорошо это всё знать в теории и всё это излагать, либо как-то писать более-менее в соответствии того, что вы умеете делать, друзья. Так что врать, наверное, не надо, а приукрасить можно. То есть, знаете ещё что, не пишите там, допустим, если у вас есть экспириенс, то есть опыт работы меньше шести месяцев. Принцип работы здесь такой, что когда вы приходите на работу, вас три месяца учат, а отдача от обучения уже начинается только после шести месяцев либо после года. Поэтому, когда вы указываете три месяца здесь, три месяца там, все понимают, что вы прыгали с одного места на другое. Поэтому выбор, конечно, за вами. Если это первая работа, то нужно очень внимательно, конечно же, писать, что вы делали, где вы работали. Даже канадский экспириенс, если вы, допустим, если у вас есть какие-то знакомые, у которых есть фирмы, пусть они вам сделают даже такой фиктивный опыт, экспириенс, который у вас будет уже. Потому что найти работу в Канаде без опыта, без экспириенса, ну, прям очень сложно. У меня вот ребята несколько дней назад водогрейку ставили. Ну, я ведь с ними просто болтал. Местные ребята. Вот. И я говорю, ну, в вашей области сертификацию сделать сложно. Он говорит, ну, сертификацию ты там, допустим, они по газу работают. У них это называется ТАГ-1, ТАГ-2 сертификаты. И это говорит, на интернет заходишь, там и за 2-3 дня, там как бы сдаешь экзамены, все. Я говорю, ну, а потом, а потом вот все проблемы. Когда у тебя нет экспириенс работы вот в газовой этой области, со всеми бумажками, со всеми этими, тебя никто не хочет брать. Потому что есть десятки других, которых есть. Никто просто не хочет рисковать и тебя как бы учить. Поэтому делайте максимально. Ищите стажи. Потому что есть стажи. Почему я говорил вот в предыдущем видео, что иногда лучше просто чуток поучиться, но это гарантированно у вас будет стаж. Оплачиваемый, либо неоплачиваемый. Но это уже будет официальный канадский экспириенс у вас. Когда вы читаете требования предприятий, которые они пишут, то человек, который, если он соответствует всем этим требованиям, он просто должен быть из какой-то группы, я не знаю, из группы космонавтов. Потому что таких людей не существует. Предприятия пишут максимальное, реальное по жизни, что находят. Это вот такая золотая серединка. Хороший человек, ну и более-менее опыт. Да, вот там чего-то, где-то чего-то не хватает, чуток по образованию, но научиться где-то там пойдет. То есть не смотрите на это все. Потому что если вы будете говорить, о, у меня нету вот этого, вот этого, вот этого, из того, что они требуют, принцип у вас должен быть всегда один. Не вы себя выбираете на эту работу, а они вас будут выбирать. Поэтому вы пишите ваше резюме, рассказывайте там, какой вы хороший, какой вы квалифицированный работник. А право выбора оставьте им, не делайте это за них работу. Поэтому вы должны знать, что вы самый лучший, что вы самый хороший работник. И если вы к ним придете, то им очень повезет. вот, все. Ну, а пока мои поздравления, если вас уже, если вас уже вызвали на собеседование. Удачи вам! Подписывайтесь, если вам зашло это видео. Ставьте лайки. И до встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok